Прежде всего хотел бы, чтобы никакой паники не поддавались на фоне надо признать того поражения, которое мы потерпели в районе Харькова, а надо это признать, потому что поражение имеет смысл, когда его признаешь и делаешь из него выводы. А если этого не делать и не признавать, то получишь другое поражение, может быть, гораздо серьезнее. Поэтому в этом смысле, я думаю, надо реально смотреть на вещи. Это действительно сложная ситуация, и надо понимать, что мы сражаемся с мощнейшим противником. Понятно, что никто, ни Владимир Владимирович, ни Зеленский, ни Западный, никто не может остановить эту войну. Эта война может закончиться только поражением одной стороны. Причем, надо сказать, для нас это поражение может быть действительно фатальным. Это тоже надо понимать, потому что оно может привести к процессу распада страны. Но в определенной степени это война, в моем понимании, а это война уже. Война напоминает советско-финскую войну, кстати. В данной ситуации, ну да, видимо, нужно делать выводы. Видимо, нужно делать какие-то выводы Министерству обороны. Надо, ну что говорить, ну мы все знаем о тех проблемах, которые есть в вооруженных силах. Вооруженные силы Российской Федерации явно, на мой взгляд, не были готовы к такому масштабу войны. А вооруженные силы Украины были готовы. Пора вообще переходить в немножко другой режим, потому что ситуация, она, как говорится, действительно весьма серьезная. Хотя бы начать с того, с таких мелочей, как, ну прекратите вы по телевидению американский фильм это крутить. Ну ё-моё, ну ё-моё, ну хочется сказать. Ну я не говорю, Россия, первый канал там, НТВ, да, ну посмотрите все остальные каналы, ну это бред. Это зачем вы делаете? Ну это унизительно вообще. Ну что получается у нас? Мы все время говорим, у нас малое количество солдат сражается. Так вот эти 170, вот они сражаются, а вся остальная страна отдыхает, что ли? Ну видится-то это так, причем понятно, что многие из этих солдат, это из самых бедных, из крестьян, из рабочих, из людей, которые многим пошли, так сказать, не столько из патриотических чувств, но для них и деньги эти имеют значение. Ну понимаете, у нас сейчас говорят, вот мобилизацию, простите, да я подозреваю, что очень трудно мобилизацию сейчас произвести. Нужна все-таки какая-то ясность в политическом и решении украинского вопроса. Ну надо признать, на мой взгляд, что украинский народ существует, это первое надо признать. Ну надо это признать, на мой взгляд. А соответственно надо посмотреть, что надо, вот на мой взгляд, надо на освобожденных территориях предложить организовать альтернативное украинское дружественное России государство. У нас только полгода я слышу о том, что мы вот это присоединим, вот это присоединим, вот это. Я всегда думаю, вот я с той стороны. Мне все время говорят, у меня это заберут, у меня то заберут, у меня это заберут. Но я буду воевать до последнего. Они воюют серьезно. Все эти разговоры вот эти вот о том, что они массово сдаются в плен, да нет, мы не видим массовой сдачи в плен. Более того, разговоры, вот они в обороне, а косы не в обороне могут воевать. То есть, как говорится, мотивировка сильная. Мы видим довольно сильное все-таки сопротивление, и в том числе сопротивление на самом, так сказать, том низовом уровне. А все равно мы обязаны победить. Это вопрос уже действительно существования нашей великой страны.